Давайте знакомиться. Меня зовут Сташевский Паша. Я тестировщик. Ничего страшного. Все хорошо. Мне очень приятно выступать на конференции для разработчиков. Тестирование я больше 10 лет. И на текущий момент работаю в компании LaModa, где я занимаюсь различными внутренними продуктами. Сегодня я буду говорить про Codeception, про то, как мы его используем для автоматизации тестирования и как с помощью него мы остаемся без регресса. Для начала у меня есть маленькая история. Когда я пришел в LaModa, это чуть менее двух лет назад, в отделе был лозунг «Давайте избавимся от ручного регрессионного тестирования, напишем кучу автотестов и будем их использовать». Собственно, прошло два года, и это работает. И сегодня я хочу рассказать о том, как это у нас работает. Для начала давайте обсудим, что в нашем понимании означает остаться без регресса. Во-первых, если мы говорим про релиз, про выпуск релиза, это означает, что на этом релизе нет никакого ручного регрессионного тестирования. Все тестирование проходит с помощью автотестов, и все эти автотесты должны проходить. Кроме того, естественно, у нас мы делаем какие-то фичи. Фичи делаются в отдельных ветках. На этих отдельных ветках точно так же проходит регрессионное тестирование с помощью автотестов, и эти тесты тоже должны всегда проходить. Естественно, в этих ветках есть какой-то новый функционал, который предполагает все-таки ручное тестирование. Если у вас два автотеста, то очень сложно говорить о том, что вы избавились от регресса. У нас есть определенные требования к уровню покрытия. Как минимум, это все критичные с точки зрения бизнеса кейсы. Окей, поговорим немножко про сервисы, которые мы тестируем и автоматизируем, тестирование которых, и, собственно, про тесты, которые мы пишем. Если говорить про сервисы, то в Ламоде помимо клиентских приложений вроде сайта, мобильных приложений и их непосредственно бэкэндов есть очень много различных внутренних сервисов, которые мы называем глубокими бэкэндами. Настолько глубокими, что они не видны непосредственным нашим пользователям. Это доставка, это колл-центр, это автоматизация фотостудии, это процессинг заказов. Большинство из этих систем написаны как раз на PHP стеке. То есть там PHP последних версий, Symfony, Passgress, либо Mouscul в качестве базы, Kafka, Rabbit. Ну и это все крутится на определенной инфраструктуре. Docker, Kubernetes, Grafana и так далее. Вот, собственно, вот такие вот сервисы. Поговорим немножко про те тесты, которые мы пишем. На данном слайде приведена достаточно стандартная пирамида тестирования, которая начинается от юнит-тестов и заканчивается какими-то end-to-end тестами, которые тестируют уже бизнес-цепочки. Вот про нижние два уровня мы сегодня не говорим. То есть это тесты на код, который пишут у нас исключительно разработчики, тестировщики. Если касаются этих тестов, то только заходя в пул реквесты, иногда ревьюя их, иногда оставляя комментарии, что что-то у вас тут не все допокрыто, мы будем говорить про высокоуровневые тесты, которые тестируют непосредственно само приложение. Я их достаточно условно поделил на две ступеньки. Системные тесты и end-to-end тесты. Давайте посмотрим на системные тесты. Во-первых, у наших сервисов, как правило, есть API. По большей части это REST. Кое-где есть SAP ручки. Эти ручки, естественно, мы все тестируем. Также наши системы много общаются с другими нашими внутренними и невнутренними системами. И эти взаимодействия тоже нужно тестировать. Ну и поскольку это системы, которые автоматизируют бизнес-процессы, в них достаточно много бизнес-логики. И эту бизнес-логику тоже нужно тестировать. Поговорим немножко про end-to-end тесты. Я их достаточно условно поделил на два подвида. Первый вид тестов, который проверяет связку фронта и бэкэнда. И второй вид тестов, мы их называем flow-тестами. Это тесты, которые проверяют весь бизнес-процесс для определенных критичных объектов системы. Там от начала до конца. Например, если мы говорим про систему управления процессинга заказов, то это от создания заказа и до его доставки. Такие тесты — это действительно end-to-end тесты, потому что иногда там нужно дернуть API-ручки, сходить в какие-то внешние системы, что-то прочитать из Kafka или из Rebbit, загрузить какой-то файлик. То есть полностью тестируется бизнес-процесс. Несколько комментариев еще к этим тестам. Если говорить про UI-тесты, то там часто не так важна кросс-браузерность. Поскольку пользователи наших систем, это наши внутренние пользователи, очень часто нам не нужно тестировать UI в браузере. Иногда это облегчает тестирование. Второй момент. У системы много общаются с другими системами, то есть у них много внешних зависимостей. С этим нужно как-то работать в тестах. И чуть попозже мы поговорим о том, как мы это делаем. Ну и флоу-тесты очень часто работают как документация. И вне зависимости от того, тестировщик, разработчик их пишет, новый, он очень быстро погружается в то, что происходит в системе с помощью таких тестов. Окей. Мы, сразу скажу, достаточно много внимания уделяем таким тестам. Просто потому, что наши внутренние системы, как правило, завязаны на деньги. Они завязаны на заказы и на их доставку. И если вдруг что-то идет не так, то это все сразу можно посчитать в деньгах. Поэтому к тому, как мы покрываем, что мы покрываем, и к уровню покрытия в целом, мы относимся достаточно строго. Для автоматизации тестирования мы используем такой фреймворк, как Cadeception. Я видел по рукам в зале, что не только мы используем Cadeception. Это радует. На самом деле здесь логично задать вопрос, почему мы все-таки выбрали именно Cadeception. Но когда я приходил в компанию, Cadeception уже был выбран. Поэтому вот прям так сходу, почему он изначально был выбран, я, наверное, не скажу. Но поработав с ним какое-то время, я могу сказать, чем Cadeception для нас хорош. Во-первых, на Cadeception можно писать тесты любого уровня. То есть, если посмотреть на пирамиду тестирования от UniDN2N тестов на Cadeception, вы можете писать тесты для любого из этих уровней. Второе. Cadeception — это достаточно мощный комбайн. В нем очень много модулей в стандартной библиотеке. А если вам что-то не хватает из стандартной библиотеки, вы можете открыть страничку с аддонами и там еще что-нибудь поискать и обязательно найти для себя полезного. То есть, вам не нужно не писать никакие обвязки для общения по сети, работы с файлами, с базой данных. Это все есть в Cadeception. Подключаете, используете. Ну и третий пункт. Это, наверное, больше актуально для больших компаний. Тесты плюс-минус одинаково выглядят во всех проектах. И поэтому, если вы переключаетесь на какой-то другой проект, то это будет достаточно быстро. По крайней мере, в плане написания и поддержки теста. Парочку слов скажу про сам Cadeception, потому что не все все-таки его использовали. Когда вы затягиваете Cadeception к себе в проект, он генерирует примерно такую файловую структуру. Работает он по модели акторов. Вот в этих YAML файлах у вас хранится конфигурация. То есть, вы описываете там те модули, которые вы используете в ваших тестах. Ну и, соответственно, под каждый вид тестов у вас есть своя папочка. И еще есть три такие вспомогательные папочки. В них хранятся какие-то данные и общий код для тестов. Сразу скажу, код тестов и код приложений во всех проектах у нас лежит в одном репозитории. Это очень удобно. Надеюсь, что и у вас так же. Поговорим про модули Cadeception. Ну и, наверное, по большей части рассказ про Cadeception будет. Это рассказ про модули, что мы используем, как мы используем и чего нам не хватает. Но это стандартные модули Cadeception, в которых нам все хватает. Мы их используем и радуемся жизни. Я не буду про них, в принципе, что-то рассказывать. Я думаю, что про них можно почитать все в официальной документации, и это будет гораздо полезнее. Просто скажу несколько их особенностей, важных для нас. Вот есть такой модуль под номером 1, называется PHP Browser. Это такая обертка над Газлом, которая позволяет взаимодействовать с вашим приложением по HTTP. То есть открывать странички, вводить какие-то данные в поля, нажимать кнопочки, загружать файлики. И, в принципе, если для вас не важно, не критично именно браузерное тестирование, если у вас нет сложного JS, если вы, в принципе, ничего не планируете проверять на страничке, а планируете только с ней взаимодействовать, во многих случаях PHP Browser достаточно. Подключаете, используете его, и все окей. Если этого вам недостаточно, в Cadeception есть модуль WebDriver. Это модуль обертка, собственно, над Selenium WebDriver. Подключаете его, запускаете браузер и проводите свои UI-тесты в браузере. Что еще интересного? Есть такой модуль DB для работы с базами данных. Чуть подробнее мы о нем поговорим попозже. Но недавно в одних из последних релизов добавилась работа с несколькими базами данных. Поэтому если у вас в приложении несколько баз данных, то теперь все это работает из коробки. Вам не нужно ничего дописывать. И модуль AMQP. Модуль для работы с очередями по AMQP протоколу. Маленькая ремарка. Официально он протестирован на RabbitMQ, поэтому если у вас вдруг там Zero, Active, в общем, что-то другое, то что-то может не работать или могут быть какие-то артефакты. У нас Rabbit и нам очень хорошо. Поговорим о том, чего нам не хватило в стандартной библиотеке и что пришлось немножечко доработать под себя. Ну, во-первых, как я сказал, что у нас в наших сервисах кое-где есть САП-ручки. Естественно, их тоже нужно тестировать, на них нужно писать автотесты. Но в Codeception в принципе есть модуль, он так и называется САП, для тестирования таких сервисов. Здесь на слайде показано, как его можно сконфигурировать, послать запрос и что-то там потом проверить в ответе. Вот, все хорошо, но если вдруг у вас в приложении несколько саппендпоинтов, то есть несколько VSTL, то вы их из коробки не сможете тестировать, потому что модуль настраивается только на одну VSTL. И процедуры вы можете дергать только из нее. Но Codeception поддерживает динамическое реконфигурирование модулей, поэтому вам достаточно написать оберточку, которая просто будет получать этот модуль, заново его реконфигурировать на новый endpoint, на новую схему и, собственно, использовать эту оберточку вместо реального сапп-модуля. Тогда вы можете ее получить, сконфигурировать и уже отправить запрос на нужный endpoint. Если вам нужно его поменять, заново конфигурируйте, отправляйте запросы на новый endpoint. Все хорошо. Про Kafka. Помимо RabbitMQ, как я уже сказал, у нас используется Kafka. Kafka — это, конечно, очень хорошо, но в Codeception нет ничего в стандартной библиотеке и, по крайней мере, полгода назад ничего не было в аддонах для работы с Kafka и с тестов. Но в этом нет ничего страшного. Пишем свой модуль. Писать модули для Codeception не очень сложно. Наследуйте класс от Codeception модуля и самый главный вопрос возникает, как его сконфигурировать. Вот так выглядит конфигурация Kafka модуля в YAML конфиге. То есть мы конфигурируем брокер, конфигурируем настройки топиков. Все. И в модуле реализуем функцию initialize, в которой с помощью всяких вспомогательных функций Codeception, загружаем нужную конфигурацию, создаем consumer producer и все. И работаем с Kafka. Очень хорошо. Другой вопрос, который часто встает в наших тестах, это работа с файловыми системами. На текущий момент нам нужно работать с тремя файловыми системами. Это WebDAV, это SVTP и это S3. Ну, еще есть всякие другие файловые системы, с которыми, возможно, вам тоже приходится работать. Это все хорошо. И, в принципе, если поковыряться в стандартной библиотеке Codeception и в аддонах, то практически для каждой файловой системы что-то есть. Это можно брать и использовать. Но это же как бы файловые системы. Со всеми ними хочется работать плюс-минус одинаково. Поэтому мы написали свой модуль Codeception Fly System. Это оберточка над Fly System, в которой сейчас поддерживаются три файловые системы. Это SVTP, WebDAV и S3. Собственно, то, что нам нужно. И как вы можете посмотреть на слайд, со всеми файловыми системами теперь можно работать по одному API. Этот модуль выложен на GitHub. Кроме того, он добавлен на страничку аддонов Codeception. Вот, поэтому его можно брать и использовать в своих тестах. Сразу, так сказать, не отходя от кассы, поговорим про хелперы. Хелперы — это, в принципе, те же самые модули на Codeception. Просто модули — это нечто базовое, работа с некоторыми ресурсами. А в хелперы мы выносим все, что… Некоторый общий код, который используется в всех тестах. Что же мы выносим в хелперы? Во-первых, мы выносим некоторые кастомные ассерты. То есть, если у нас есть какой-то объект в системе, например, заказ, и мы написали для него какую-то сложную проверку через базу данных, посмотреть в одной, во второй, в третьей табличке. Все упаковали это в метод, положили это в хелпер, и его используем во всех тестах. Это различные взаимодействия с UI, пейдж-обжекты, просто какие-то методы, которые заполняют какие-то формы. Это запуск различных shell-команд внутри приложения, это подготовка файлов с данными, ненужной структурой, и все то, что вы можете переиспользовать в своих тестах. Все это нужно, можно и очень хорошо выносить в хелперы. Как я уже сказал, хелперы — это почти модули, потому что они точно так же наследуются от Cadeception модуля. Единственное, обычно у них есть PostFix helper. Они точно так же подключаются через YAML-конфигурацию. Единственное, наверное, вам в этих хелперах понадобятся какие-то другие модули, но в Cadeception у модулей есть поддержка dependency injection, то есть вы можете добавить в хелпер метод inject, перечислить те модули, которые понадобятся в этом хелпере, и потом их использовать. Ну и прописать их как зависимость потом в YAML-конфигурации. Поговорим про базы данных. Это такой очень важный вопрос для тестов. На мой взгляд, в тестах с базами данных нужно делать три главные задачи. Во-первых, нужно каким-то образом раскатать базу данных нужной структуры. Во-вторых, нужно ее каким-то образом уметь заполнять тестовыми данными. Ну и третья задача — это делать определенные выборки и проверки. Опять же, в Cadeception для всего этого есть два модуля. Модуль DB и модуль Fixtures. С помощью модуля DB можно раскатать базу из SQL-дампа. С помощью, например, модуля Fixtures можно создать фикстуры. Они тогда будут выглядеть как такие большие массивы, которые персистятся в табличке. Ну и модуль DB используя для выборок и проверок. Мы используем только третий вариант. Для первых двух у нас немножко, не сказать, что свое решение, но мы делаем по-другому. Каким образом мы делаем? Во-первых, мы поднимаем контейнер с той базой данных, которая реально используется в этом сервисе. Либо контейнер с Postgres, либо контейнер с Musculum. Чтобы раскатать структуры баз данных, мы используем Doctrine Migrations. С помощью него раскатывается вся структура и накатываются все справочники. Ну и дальше, для того, чтобы добавлять данные для тестов, мы тоже используем симфоневый бандл Doctrine Fixtures, который позволяет, собственно, из некоторых объектов предметной области, точнее эти объекты персистить в табличке. При этом в плане данных тесты у нас атомарные. То есть перед каждым тестом мы чистим нужные таблички и добавляем нужные данные. Поэтому тесты можно запускать в любом порядке. В плане данных они никаким образом не будут зависеть. Вот. Это очень удобно. На данном слайде просто приведен примерчик того, как выглядят фикстуры, реализованные с помощью Doctrine Fixtures Bundle. Вот. Почему мы используем их, а не используем модуль Fixtures? Ну, просто потому, что с ним гораздо удобнее работать. Удобнее создавать цепочки связанных объектов. Если у вас вдруг произошло какое-то изменение структуры базы данных, то массивы вы точно будете править, а вот фикстуры в виде объектов не факт. Ну и в конце концов на такой код смотреть немножечко поприятнее. Поговорим про Moki. Будем говорить не про те Moki, которые используются в юнитестах, а поскольку мы говорим про высокоуровневые тесты, то это Moki прежде всего на HTTP взаимодействие с другими внешними сервисами. Каким образом мы подходим к этому вопросу? Во-первых, если у вас, например, в тесте есть взаимодействие с какими-то двумя внешними системами, то оба эти взаимодействия будут замоканы. Кроме того, мы проверим не только какой-то позитивный сценарий, мы проверим еще и негативные сценарии. Когда сторонние системы возвращают осознанную ошибку, либо возвращают какую-нибудь пятисотую ошибку. Это все позволяет избавиться от нестабильности и зависимости от каких-то внешних окружений, внешних сервисов. Используйте Moki, и все будет хорошо. Для этого мы используем такой инструмент, как vrmok. Если вы зайдете на страничку аддонов кодесепшена, то там есть предложение использовать HTTP-Mok. vrmok немножечко помощнее. Кроме того, у него есть тоже модуль для кодесепшена, поэтому его легко подключить. И работает это все вот так. Я сначала картинку покажу. У вас поднимается Docker-контейнер с vrmok, а это вот, собственно, ваше приложение, которому нужно повзаимодействовать с какой-то внешней системой. Но оно идет не к этой системе. Оно идет на vrmok с определенным запросом. vrmok смотрит, что за запрос пришел. У него есть так называемые request-маппинги. И он среди них пытается найти, в общем, смаппить ваш запрос на определенный ответ. И если у него удалось все это сделать, то он, собственно, его и отдает. Moki можно создать статически и заранее положить в этот контейнер. То есть когда контейнер поднимется, Moki уже будут доступны. Но это, кстати, очень удобно использовать в ручном тестировании. Либо Moki можно создать динамически, прям в тесте. Здесь показан пример того, как создается Moki. Я думаю, что здесь все понятно, потому что создание Moki очень такое декларативное. Видим, какой мы метод хотим замокать, на какой URL должен прийти запрос. И, собственно, что мы хотим отдать. Кроме того, что мы можем создать этот Moki, мы еще можем потом проверить, а ушел ли запрос на этот Moki. И там есть еще варианты проверить, собственно, что ушло на этот Moki. Кроме того, у Wiermoki есть удобная пишка. В ней есть много чего. Но вот, на мой взгляд, есть два полезных запроса. Первый запрос — это посмотреть, какие маппинги сейчас есть в Wiermoki. А второй запрос — это посмотреть, какие реквесты уходили на Wiermoki. Когда вы отлаживаете тесты, разбираетесь с упавшими тестами, это бывает очень полезным. Ну и какие же автотесты без отчетов? Для отчетов мы используем Allure. В Allure есть много всяких различных возможностей, но в аннотациях мы используем всего три аннотации. Это фичерс, это сторис и это некоторый уровень критичности. То есть каждый тест у нас описывает некоторую фичу, некоторый вариант использования этой фичи и насколько этот тест критичен. Это очень полезно, даже по большей части не в качестве отчетов, а когда вы открываете код тестов и вообще пытаетесь понять среди всех тысяч тестов, что конкретный тест пытается сделать. Кроме того, для очень длинных тестов, например, такие это Flow-тесты, мы используем Allure-овские степы. Они выглядят вот так, и они тоже позволяют добавить некоторое описание к конкретному шагу. Но потом, если посмотреть на отчет, то это будет фича, это будет история, а если кликнуть на этот тест, вы получите список степов. Иногда бывает очень полезно. Ну и у Allure очень много всяких различных отчетов. Один из наиболее полезных, на мой взгляд, это отчет с таймлайнами. Периодически мы его открываем, смотрим на те тесты, которые очень медленные, если такие есть, и пытаемся их каким-то образом оптимизировать. Про kdeception поговорили. Поговорим немножечко о том, как запускаются наши тесты. Собственно, в качестве инструментов для запуска, наверное, два главных, все в докере и запускается все на бамбу. Больше тут особо сказать нечего. Каким образом выглядит запуск? Сначала мы билдим контейнеры приложения нужной версии, потом поднимаем окружение. Что я понимаю под окружением? Во-первых, это контейнеры самого приложения, это различные вспомогательные сервисы, Kafka, Rabbit, SvTP, WebDAV. В общем, все, что нужно для работы этого сервиса. Это база данных, и на базу данных накатываются миграции. На CI это все поднимается с помощью Docker Compose. На бою все сервисы крутятся в Kubernetes. И все. Дальше запускаются kdeception run, запускаются тесты. Если говорить про время всего этого выполнения, то вот холодный старт до запуска тестов обычно занимает несколько минут, ну, не больше 10 минут. Тесты в зависимости от проекта до 30 минут могут выполняться на текущий момент. Вот так вот выглядит запуск. И поговорим немножко о том, как у нас встроены процессы, что это в принципе все работает. Я выделил некоторые главные принципы, которые мы используем. И вот, наверное, из всех главных принципов, это самый главный. Мы вообще, товарищи, нетолерантны к красным тестам. У нас есть два правила. Во-первых, если мы релизим, то тесты всегда на релизе должны быть зеленые. Даже если мы выкатываем какой-то hotfix. Если это hotfix, который не может подождать, пока у нас пройдут тесты, то, скорее всего, будет просто rollback релиза. И второе правило, если задача пришла в тестирование и на ней падают тесты, то это повод тестировщику вернуть эту задачу в нитфиксинг. Второй момент. За автотестами у нас следит вся команда. Как я уже сказал, вот эти высокоуровневые тесты у нас пишут и тестировщики, и разработчики. И разработчики. При этом flow выглядит примерно следующим образом. Разработчик делает свою задачу, пишет на нее юнит-тесты и в том числе пишет некоторый минимальный набор функциональных тестов, которые как минимум покрывают некоторый хэппи-пасс. тестировщик, когда берет задачу в тестирование, понимает, хватает тут или не хватает этих тестов, и либо дописывает эти тесты, либо просто заводит задачку, чтобы это все тоже в будущем допокрыть. Ну и поскольку все хранится в одном репозитории, и код приложения, и код тестов, то все пол-реквесты и разработчиков, и тестировщиков проходят командное ревью, и это очень хорошо. Ну и про новые проекты. Когда запускаются новые проекты, есть великий соблазн запустить их без тестов, а потом их дописать, либо запустить с падающими тестами. Мы такое стараемся не практиковать, особенно если дедлайн сильно не горит у проекта. И стараемся сделать покрытие юниты функциональных тестов на этом проекте так, чтобы дальше его можно было релизить без ручного регресса. Ну и подведем итоги. Итоги будут немножечко капитанские, но давайте все равно их подведем. Регрессионное тестирование – это, конечно, очень хорошо. А если оно автоматизировано, это еще лучше. Если оно у вас не автоматизировано, то давайте его автоматизировать. Если вы вдруг решите использовать кодесепшн, то он решит большинство ваших задач, но, возможно, что-то придется под себя доделать. Запускаете тесты чаще, тем чаще вы будете понимать, что у вас происходит с приложением. Ну и если тесты падают, то их нужно чинить и поддерживать их всегда зелеными. Все. Всем спасибо за внимание. Я готов ответить на вопросы. Павел, спасибо за доклад. Мы выражаем тебе благодарность. Покажи всем сертификат, колоночка. Напоминаю, что тебе нужно будет выбрать лучший вопрос, поэтому постарайся запомнить того, кто задает все. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Подскажите, есть ли у вас проблема мигающих тестов, если есть, как вы с ней живете? Ну, такие тесты периодически появляются. Мы стараемся обычно как бы сразу с ними каким-то образом работать. Просто вот это вот мигание тестов, оно может быть по различным причинам. Либо у вас какая-то проблема в самих тестах. Ну, там, не знаю, стоят статические слипы, например, статические тайм-ауты на проверку там чего-то. И иногда их не хватает. Это могут быть проблемы с самим приложением, там, с его архитектурой, там, с чем-то таким. Либо могут быть проблемы с инфраструктурой, на которую вы запускаете. Вот. Поэтому в зависимости от того, где проблема, ну, немножко разное флоу его решения. Но если мы встречаем такой мигающий тест, то мы стараемся это пофиксить как можно быстрее. Потому что это все обычно эффектит на процесс релизов. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Мотивирует прокачать свои скиллы в тестировании. У меня очень вопрос по тестированию внешних сервисов, когда мы мокаем их ответы различные. Это очень круто. А как защититься от той ситуации, когда другой сервис разрабатывает человек, с которым ты не сидишь рядом, он изменил ответ, ты об этом не знал, тесты прошли, выкатили в прот, и все упало. Ну, очень печальная ситуация, что я могу сказать. Ну, вообще, если говорить про опыт ламоды, если вдруг меняется взаимодействие в каком-то обмене, то, естественно, задача сначала проходит ручное тестирование. И поскольку это изменение в обмене, где общаются две системы, то будет проведено такое интеграционное тестирование между двумя системами. То есть мы стараемся… Ну, если меняется какой-то обмен, то другая команда будет знать, что этот обмен изменится, и это нужно протестировать, чтобы ничего не сломалось. Более организационный вопрос, чем протестирование. Был, да? Это проблема более организационная внутри команд, чем протестирование. Да, это проблема более организационная. Ну, такая, она решается больше процессами, чем архитектурой тестов. Благодарю вас. Спасибо за доклад. Подскажите, какое на ваших проектах среднее процент покрытия тестами и количество тестов на разных проектах в среднем? Спасибо. Про процент покрытия. Ну, вот если говорить про вот эти тесты высокоуровневые, то там, как правило, процент не считается, потому что немножко не юни-тесты, для которых нужно считать процент. Мы обычно, особенно когда запускается новый проект, тестировщики у нас составляют некоторый чек-лист, который, ну, как бы описывает полный регресс этого сервиса. И потом мы уже автоматизируем, сопоставляя, как бы, вот пишем автотесты и вот этот вот чек-лист. Ну, если говорить в этом плане, то тогда покрытие, ну, там, близко к 100%, потому что практически все кейсы из регресса, они покрываются. Если говорить про количество тестов, очень сильно зависит от сервиса. Это может быть несколько десятков, может быть несколько сотен, может быть несколько тысяч. Ну, вот порядки такие. Привет, спасибо за доклад. Действительно очень мотивирует следить за своими тестами и писать их. А вот такой вопрос. А как вы тестируете тесты? То есть как быть уверенным, что твой тест написан правильно и тестирует правильно твое приложение? Ну, могу сказать, что мы больше организационно к этому подходим. И вот то, что я говорил, то, что у нас построен процесс так, что тестировщики, например, тоже участвуют в код-ревью. И если появился какой-то pull request, его могут ревьюить разработчики, другие могут ревьюить тестировщики. И они тоже заходят и смотрят код, в частности, код автотестов. И когда они берут задачу в тестировании, они тоже смотрят, какие автотесты на эту задачу написаны. И у тестировщика, по крайней мере, у наших тестировщиков хватает компетенции понять, все ли тут проверяется и все ли проверяется так, как проверялось бы в тестировании. Мы все-таки стараемся писать автотесты, которые похожи на то, что тестировщик проверяет в реальной жизни. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Есть пара вопросов. Первый. Вы используете wirelock или wiremock. Вы что-нибудь слышали про пакт-фреймворк? Нет. Про что это? Это типа то же самое, что там, то, что вы используете. Я не уверен, как он интегрируется с код-эксепшен, но он решает проблему предыдущего вопроса, где есть коллизия между разными системами. Например, вы себе ставите этот фреймворк, конфигурируете то, что вы отправляете, и в нем то, что он вам ответит. Другая система делает то же самое. То есть то, что вы отправите, то, что не ответит. И у вас есть общая конфигурация. Ну, это немножко про другое. Все-таки вот эти mock-сервисы, сервисы, они просто работают как заглушки, как заглушки для других сервисов. Ну, бывают, конечно, там умные заглушки, но они никаким образом не гарантируют того, что ответ внешней системы поменяется. Окей. А вы как-то внутри, между продуктами задаете какие-то тесты? Например, у вас одна система и другая внутри, две, например. И одна знает, что ответит другая. У вас такое имеется? Ну, в каком плане? У нас, если в рамках теста, тест знает, как должна ответить другая система. И другая система знает, что вы ей пришлете. У нас в одном тесте обычно не тестируется несколько систем сразу. То есть у нас тестируется одна система, а вот все взаимодействия с другими системами, они будут замоканы. Ну и поскольку они будут замоканы, мы как бы знаем, что нам должны ответить вот эти сторонние системы. Окей. Вы не используете какие-то системы парализации, типа паратеста? Вот мы сейчас думаем, потому что 30 минут для тестов уже многовато. Вообще у Cadeception есть там свое решение с помощью библиотечки Robo для того, чтобы параллелить тесты. Но там есть много вопросов по поводу инфраструктуры, как что поднимать, сколько нужно контейнеров и прочее, можно ли что-то делать с базой данных и так далее. В общем, пока мы думаем. Пока не могу ничего сказать конкретного. Спасибо большое. Здравствуйте, спасибо за доклад. Такой вопрос по поводу… Вы говорили, что у вас тесты в районе до 30 минут идут. Что касается ход фиксов, если вам нужно выложить определенную задачу и она не проходит тесты. И вы тратите еще дополнительное время на… после исправления еще раз тестируете, после этого выкладываете, или есть какой-то другой workflow? Ну, фиксы у нас проходят по тому же самому flow. То есть если нужно выкатить фикс, готовится релизная версия с этим фиксом, прогоняются автотесты. Если они прошли, то фикс выкатывается. Если они не прошли, то мы с этим что-то делаем. Либо фиксим проблему в приложении, либо фиксим проблему в тестах. Если мы выкатили релиз и понимаем, что у нас есть проблема, которую нужно пофиксить, и она не может подождать того, пока у нас пройдут тесты, то, как я уже говорил, у нас, скорее всего, будет роллбэк релиза. И мы пофиксим проблему, и потом заново выкатим этот релиз. Еще второй вопрос. Не замеряли, на сколько времени увеличивается разработка релиза при внедрении тестов, если бы их, наоборот, не было при разработке? Нет, ну таких сознательных экспериментов мы не проводили. Но у вас в начале же, наверное, был опыт, у вас же не полное было покрытие тестами. Ну, в меньшей степени, так скажем. Ну, да, я не могу сказать просто конкретных цифр, просто тогда больше времени гораздо тратится на ручное тестирование, потому что ты понимаешь, что у тебя нет какой-то страховочной сетки в виде автотестов, и ты стараешься проверить по максимуму какие-то соседние области с функционалом. Вот. Ну, в общем, больше времени на тестирование и на фиксинг тратится, если у вас нет автотеста. Спасибо за доклад. Хотелось бы задать вопрос. Тестируете ли вы как-то взаимодействие между различными сервисами? Например, когда в один из сервисов вносятся изменения, которые могут затрагивать работу других сервисов. Допустим, чтобы не было такой ситуации, когда, например, какой-то API поменялось, и из-за него там отвалилось что-то другое, когда формально все тесты при этом проходят, если они мокаются у вас. Спасибо. Да, ну, я, мне кажется, уже отвечал на этот вопрос. Если у нас меняется какой-то обмен в общении между системами, то прежде всего это будет проверено на ручном тестировании. То есть это будет, ну, как бы больше в процессе. Ну, и понятно, что если мы будем знать, что у нас меняется какой-то обмен, в том числе и мы переделаем наши автотесты под новый формат ответа. Здравствуйте. А имеет смысл задавать вопрос по тому, как устроены фикстуры, каким образом они загружаются на каждый отдельный тест? Ну, мы используем симфоновый бандл. Вот, как бы всю работу по тому, как объекты предметной области персистятся в базу данных и потом чистятся, делает он. Просто у нас есть фикстуры. У нас происходит фикстуры слова test run. И у нас сейчас возникла проблема, что слишком много фикстур друг на друга накладываются. И мы думаем, как загружать перед каждым тестом конкретные фикстуры. Ну, мы загружаем перед каждым конкретным тестом. То есть у нас перед каждым тестом чистятся нужные таблички и загружаются те данные, которые нужны именно для этого теста. Ну и вот как вот это реализовано? С помощью симфонового бандла. Что? Ну, то есть просто в симфоновом бандле есть лот. Он загружает все, что есть в фикстурах. То есть если у вас, например, есть юзеры, у вас все юзеры под тест загрузятся? Или юзеры есть под конкретный тест каждый? Как-то отделены? Ну, фикстуры у нас могут быть переиспользоваться между тестами. Но вот физически сами данные очистятся и загрузятся перед каждым тестом. Понятно. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо большое за доклад. Было очень интересно. У меня вопрос касательно вот параллельного запуска тестов. Вы говорили, что есть робо, но я так понял, вы его не используете. И вот хотел понять, почему. Ну, мы не используем его просто потому, что пока мы еще до него не добрались. Но я говорю, вот сейчас уже 30 минут выполнения тестов немножечко как бы напрягает. Вот. Поэтому я думаю, что в ближайшем будущем мы его заиспользуем и, надеюсь, распараллелим наши тесты. Спасибо. И второй вопрос касательно того, что вы говорите, вот когда запускается тест, он что-то записывает в базу, что-то проверяет и потом некоторое время тратится на очистку вот этих данных, которые тест записал туда. Но почему нельзя делать, чтобы тест выполнялся, каждый тест выполнялся в отдельной транзакции и просто в конце делается роллбэк и то есть это должно быть быстрее? И вот эти тесты можно будет параллельно запускать? Ну, не знаю, мы пока не рассматривали такую возможность, чтобы там тесты в отдельных транзакциях запускать. Не знаю, ничего не могу сказать на этот вопрос. Итак, давайте зададим еще один вопрос, если он еще есть. Я видел вот на первом ряду у кого-то… Скажите, вот продолжение вопроса про тестирование теста. Вот есть такая интересная техника, как нутационное тестирование, и про нее сейчас пошли доклады, есть несколько инструментов на PHP. То есть вы в этом направлении не смотрели использовать такие техники для тестирования ваших тестов, то есть заменять код мутации сделать и проверять, насколько ваши тесты отлавливают мутации? Ну, прям практических результатов у нас нет. У нас тоже больше разработчики думают про мутационное тестирование, о том, как его поиспользовать, и оно больше, на мой взгляд, для проверки качества юнит-тестов, чем высокоуровневых тестов. Но пока, по крайней мере, практически мы его не использовали, хотя много слышали и читаем. Понятно, спасибо. Извините, а на какие тесты вы делаете больше упор на юнит, это функциональные или интеграционные? Нет, мы делаем упор на все тесты, и на юниты, и на функциональные. Я просто посмотрел, что у вас разработчики пишут и юниты, и чуть функциональных, а там уже функциональные целиком. То есть получается все-таки юнитов, наверное, получается чуть поменьше, потому что есть отдельные люди, которые занимаются именно функциональными и могут написать, соответственно… Мы делаем упор на все тесты, мы просто соблюдаем пирамиду тестирования, что юнит-тестов у нас самое большое количество, а дальше все меньше, меньше и меньше. Единственное, что у нас разработчики могут писать абсолютно все тесты по всей пирамиде тестирования, а тестировщики занимаются только высокоуровневыми тестами. Итак, Павел, давай выберем самый интересный, по твоему мнению, вопрос. А вот тут был молодой человек, который говорил про Моки, про фреймворк, который может сконнектить две системы. Окей, сейчас волонтеры передадут ему книгу. И далее вы сможете продолжить общение в дискуссионной зоне, и мы будем готовиться к следующему докладу. Спасибо. Да, спасибо всем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ